Для меня сильное откровение было в том, когда я молился Господи, ты знаешь, я ищу, чтобы мне удалить все, чтобы не было препятствия Духу Святому, чтобы я мог доверяться Духу Святому. Если что-то не видишь во мне, что еще есть какие-то препятствия, то в разуме, в сновидениях, перед сном как раз я помолился, и вот сновидение, что является в древней одежде такой пророк и говорит, я пророк Божий, и у меня первая мысль, что ты скажешь, и первое, что он сказал, ты беспечно относишься к Духу Святому. И оно как картина прошла в разумление сразу к моему отношению. Знаете, меня сразу напал этот трепет. Я трепетал во сне, я просто проснулся и начал трепетать. И вот что интересно, что этот трепет, он продолжался целый день. И я просил, прости Господи. Мы думаем, что мы настолько понимаем Дух Святой. Мы думаем, что мы поступаем правильно в отношении Духа Святого. Но мы до конца не осознаем, что это третья личность Божества. Она сошла к нам. Она сошла и живет в нас. То есть наше тело, оно стало храмом Духа Святого. И наше отношение, оно должно быть трепетное. Чтобы мы серьезно относились и доверяли Духу Святому совершать Его работу на земле. На что он и послан. Чтобы мы с вами могли вкушать. Я прочитал, что мы вкусили и вкушаем от дара небесного. Чтобы нам вкушать именно благо. Написано, вкусите как благо Господь. И написано, что вы вкусившие благого глагола Божия. Чтобы именно Дух Святой мог действовать в нас. И правильное отношение. Знаете, это действительно очень важно. Когда я анализирую вам, я тем более очень люблю Дух Святой. Люблю исполнение. Но когда в Освете, того, как сказано было, что ты беспечно относишься. И большое вот это вразумление, как картина прошла. Оно дало именно понять. Как я сказал, что Асав сказал, что доколе я не вошел в Освятилище и не уразумел. Здесь в присутствии Божьему человек начинает уразумевать, в каком состоянии он. Не в состоянии, в каком сосед или кто-то другой. Но именно я в каком состоянии. Правильно ли состояние наше.